Цегламинская библиотека номер 16 представляет Книгу Елены Казакевич, Змей Горыныч, Поляков Путешествие в Китай Известный архангельский врач пишет добрые и веселые истории для детей и взрослых За последние 4 года издана с десяток сказок в стихах и прозе Елена Владимировна Казакевич, доктор медицинских наук, профессор Родилась 3 февраля 1960 года в Архангельске Писать книги – это ее увлечение по жизни Книги пользуются большой популярностью, разлетаются тысячными тиражами по всей России Они есть уже в 70 городах Читают их и в 20 зарубежных странах Как-то раз ко мне в окошко Змей Горыныч залетел Так начинается первая книга Елены Казакевич, Змей Горыныч, Поляков, Знакомство Прослушав сказку, вы узнаете, как произошло знакомство Горыныча и Алеши Полякова Как началась их дружба Задорные, добрые и очень веселые истории в стихах С уникальными иллюстрациями художника Ильи Исаулова заинтересуют каждого ребенка Вот такой он, Змей Горыныч, самый лучший в мире змей Умный, добрый, честный, смелый, полный всяческих идей Горыныч стал неотъемливой частью семьи Поляковых и лучшим другом их сына Алеши Их ждут множество захватывающих приключений и чудесных историй Путешествуя с Горынычем по книжным страницам Читатели встретятся с Дедом Морозом, Бабой Егой, с Бабушкой Марусей и Кащеем И многими другими Далекий и близкий Китай Что ждет нашего змея Горыныча Полякова и его команду в этой замечательной стране? Конечно же, приключения и удивительные встречи Главное из которых с китайским родственником Горынычем, драконом Это уже седьмая книга Елены Казакевич из серии сказок о приключениях змея Горыныча Полякова в современном мире И сейчас мы с вами послушаем отрывок из книги Елены Казакевич «Змей Горыныч Поляков. Путешествие в Китай. Художник Илья Исаулов Что, соскучились ребята? И Горыныч тосковал Как-то раз наш змей Горыныч всех друзей опять собрал Обзвонил ребят с Алешей, те примчались в тот же час Ну, спасибо Поляковы, что вы помните о нас Змей Горыныч улыбнулся, три улыбки до ушей Растянул свои все пасти, хоть завязочки пришей Оглядел ребят Горыныч, поднял лапу и сказал Я не просто так, ребята, в гости вас сейчас позвал Вот какая есть идея Вновь отправиться в поход Облететь сто стран мечтаю Не спеша, хотя б за год Вы скажите-ка, хотите в путешествии лететь? Все ребята загалдели Как такого не хотеть? Заглянула Марья Ивановна Вы чего шумите тут? Будет вам пирог с малиной через несколько минут Он готов, стоит в духовке Собиралась доставать Что вы так разволновались, не могу никак понять Объяснили все Марусе И теперь уже она Ох, да ах, когда в дорогу? Мне сегодня ночь без сна Я? Конечно, вместе с вами Хоть вы все и подросли Повзрослели, я не спорю Много знаний обрели Но одним вам все же рано путешествовать пока С удовольствием огромным подстрахую вас слегка Взяли карту Стали вместе выбирать, куда лететь Ты куда, Горыныч, хочешь? Если знаешь, нам ответь Первым делом я слетал бы Да, подумать надо мне Чтобы всем нам интересно было в выбранной стране Вот вы давеча летели, помню, видел я Китай И китайцы мне махали Ждем, скорее, прилетай А еще, вполне возможно, у меня родня в Китае Только узен, а то ли дядька, но огромный и летает Василиса, Саша, Маша, Вовка, Костя и Давид Посмотрели на Алешу Змей-то дело, говорит Вдруг залаяла Ириска Тоже, кстати, подросла Гав-гав-гав Мал, я согласна И я в Китае не была Поразмыслив, папу, мамы закивали Отпустить И попробуй-ка с Марусей Им поехать запретить Из отреза красной ткани Мариванна сшила флаг Уважение к Китаю и любви к китайцам знак Звезды вышила Смотрите, ярким золотом горят Флаг китайский, безусловно, будет радовать всем взгляд Будет реять он над нами, настроение поднимать Флаг российский взяли тоже, чтоб Россию вспоминать Как всегда перед полетом прочитали много книг И Китай все больше манит, он прекрасен и велик Население примерно миллиарда полтора В мире больше всех китайцев, удивилась детвора Каждый пятый житель в мире из Китая Да, дела При задумавшись, Маруся, чай из чашки пролила И по площади, ребята, в тройке лидеров Китай Если что узнать захочешь, Википедию читай Место первое – Россия, а Канада на втором Третье место у Китая, только дело-то не в том Чья страна размером больше и богаче чья страна Важно, что страна родная и любимая она Собирались две недели и отправились в поход Светит солнце, дует ветер, здравствуй, чистый небосвод Путь над родиной России километров тысяч шесть Удивлялись, восхищались, да, красот у нас не счесть Змей Горыныч был в ударе, день летит, не устает Он еще и бригантину громким голосом поет А потом, слова чуть спутав, продолжал душевно змей Широка страна родная, много в ней лесов полей Мариванна поправляла Ля-ля-ля, лесов и рек Я другой страны не знаю, где так волен человек Долетели до Амура По-китайски Хэйлунзян Берег правый, он китайский Левый берег, россиян Жил в реке Амур когда-то Белый, очень злой дракон Корабли топил, скандалил, игнорировал закон Но дракон добрейший черный, злого сверг дракона с трона И Амур зовут в Китае речкой черного дракона Василиса, Саша, Маша, Вовка, Костя и Давид Любовались все Амуром, сверху был прекрасный вид Алексей держал риску, чтоб все видно было ей Час над речкой укружился наш веселый добрый змей Как стемнело приземлился Для ночевки выбрал склон Уложил детей и риску будет крепким ночью сон Ставь, Маруся, самоварчик, посидим с тобой чуть-чуть Посмотри, луна какая, а за нею млечный путь Сколько звезд, а вон комета словно у павлина хвост Хоть бы ей не зацепиться тем хвостом за ближний мост Отдыхать пора Однако Нам ранехонько вставать Мариванна, ставь будильник, чтоб рассвет не прозевать Утром солнышко как праздник появилось над землей Путешественники встали вместе с алою зарей Мы на северо-востоке Вот что предложить хочу До столицы недалече Я за час туда домчу Не успели оглянуться, долетели до Пекина С гор Сишань открылась взору Просто чудная картина Город древний и прекрасный А какой же он большой Мы тебя, Пекин, полюбим Сею русской душой Здесь, на севере столицы Есть китайская стена И великою недаром называется она Много тысяч километров В мире нет такой иной Познакомимся поближе С удивительной стеной Наш Горыныч обстановку за минуту оценил Я китайцам и туристам Сразу вряд ли буду мил Там гляжу полно народу Чтоб не испугать людей Лучше спрячусь под стеною Вдруг решат, что я злодей Вы туда-сюда пройдитесь Погуляйте по стене Я вздремну в тенечке Надо отдохнуть немного мне Дети дружно зашагали Мариванна впереди А Ириска, пастушок наш Та, конечно, позади Вот туристы из России Говорит экскурсовод Попрошу ко мне поближе Встали все, как в хоровод Вы попробуйте представить Третий век до нашей эры Начинают строить стену Люд рабочие, инженеры Значит, были здесь, в Китае Те, кто мог чертить проекты Без проекта невозможно Строить сложные объекты Вдруг какой-то шум начался И запахло дымом вроде Что такое? Что случилось? Крики раздались в народе Вон, смотрите, кто там в небе Я смотрю, но я не вижу Как не видите? Да вот же! И они все ближе, ближе! Два гиганта разъяренных Друг на друга нападают И порвать один другого С диким ревом угрожают Вы, конечно, догадались Что один из них наш змей А другой дракон китайский Не поймешь сейчас, кто злей Сотни три туристов сразу Бух! И в обморок упали А еще четыре сотни Падать в обморок не стали Рты раскрыли и застыли Не для слабонервных это Дым все гуще Видно только два огромных силуэта Схватка века продолжалась Крови пролита немало Мы с тобой народ пугаем Видишь, людям плохо стало Крикнул змей И запыхавшись Он летать чуть ниже стал Но продолжил уговоры Хоть порядком и устал Надо отлететь в сторонку Там продолжим в чистом поле Тут дракон остановился Ты чего? Ты добрый, что ли? Я народ свой защищаю Между прочим от тебя Только вроде о народе Говоришь-то ты любя Приземлились змей с драконом И беседу завели Мы друг друга с перепуга Перебить с тобой могли Раны вроде небольшие С облегчением змей вздохнул И с улыбкой лапу дружбы Он дракону протянул Крепкая лапа пожатье Дружбы будущий залог О таком исходе битвы Разве кто подумать мог? Будто тысячу лет знакомы А ведь не прошло и дня Что еще хочу заметить Мы, наверное, родня Ничего, что я без крыльев Очень мы с тобой похожи Правда, у меня побольше Чешуи растет на коже Одинаковые лапы и хвосты Хотя смотри У меня голов чуть меньше У тебя-то целых три Обомлел наш змей Горыныч Мой кузен, ты братец мой Ну давай, родной, скорее Мы обнимемся с тобой В это время постепенно Приходил в себя народ Дым исчез И в горный воздух Вновь вернулся кислород Мариванна от волнения Приняла свой валидол А ириска поскулила И уткнулась ей в подол Подошел китайский мальчик Всем нам поклонился Объясните мне, откуда Змей тут появился Я Синь-Лунь И я чуть-чуть русский понимаю Ваши сказки я читал И о змеи знаю Рассказали все Зинь-Луну Русские мальчишки Улыбнулся он Ваш змей лучше, чем из книжки Позову сестру Юй-Лань Вы меня дождитесь Дальше вместе все пойдем Вы не расходитесь И отряд международный Вдоль стены прошелся Тут, конечно же, наш змей Сразу и нашелся А потом пришел дракон Он ходил в пещеру Шляпу в дар дракон принес Змею по размеру Только шляпа-то одна Извини, дружище В магазине две другие Мы потом поищем Ну, здорово, ребятня Вы меня не бойтесь Поудобней на траве Прямо здесь устройтесь Тут Юй-Лань Иду достала Вот фулин, зябин для вас Очень вовремя достала Все голодные как раз Просто пальчики оближешь Блин, нахваливала Маша Ух ты, фух, какой фулин Уплетала блинчик Саша Мариванна угостила всех конфеточками с ушкой И сказал дракон Маруся, стань мне доброю подружкой Если ты не возражаешь Буду звать тебя Мари Я снаружи только страшный Красота моя внутри Помогаю всем на свете Охраняю всех от бед А еще, Мари, я повар И могу сварить обед Я, дракон, дружить согласна Поскорей хочу узнать Как тебя зовут, голубчик? Как тебя нам называть? Змей тут громко засмеялся Имя очень сложное Выговаривать его Дело невозможное Я попробовал, не вышло Даже третья голова У которой есть способность Помнить трудные слова Не запомнила то имя Я чуток помозговал И дракона по-простому Я Петровичем назвал Что ж, ничуть не возражаю Быть Петровичем, друзья Имя звонкое Петрович Звонче песни Соловья Знаю я на сто процентов Средь драконов поднебесной Нет Петровича другого Это точно мне известно Так-то нас, драконов, много Разновидностей не счесть Есть вид красный, есть зеленый Ну и желтый тоже есть Золотой есть вид И синий, черный, белый Вся родня Я, похоже, беспородный Посмотрите на меня Пестрый я какой-то очень Разноцветный, так сказать Ну да ладно Я хотел бы наш Пекин вам показать Забирайтесь-ка в корзину Можно я вас прокачу Змей в ответ Давай, Петрович А я рядом полечу Если вам понравилась история Про змея Горыныча Полякова И вы хотите узнать Какие приключения Есё совершил он вместе С ребятами в Китае Приходите в библиотеку И прочитайте эту книгу до конца Благодарю за внимание Субтитры сделал DimaTorzok